Сегодня мы научимся генерировать вот такую вот анимацию с помощью двух нейросетей и одной программы для видеомонтажа. Также на экран вам сейчас привожу примеры работ других креаторов, которые используют тот же метод. Для того, чтобы сделать нам такую анимацию, нам потребуется Stable Diffusion и Absent, а также After Effects в моем случае, но вы можете использовать любой другой видеоредактор. С чего же мы начнем? Как всегда, подготовки нашего референса. Для этого открываем After Effects и перекидываем в него наш референс. Далее мы из этого референса делаем композицию и настраиваем ее. Тут очень важный момент. Ширина и высота нашего референса строго должна быть Full HD либо HD. По какой-то причине Absent работает очень плохо с нестандартными форматами и он может просто сбоить, либо не генерировать анимацию, что мы не хотим. Поэтому мы ставим строго HD в данной ситуации и выставляем большое количество кадров. Поскольку генерация происходит не в самой стабильной диффузии, нам не обязательно оставить маленькое количество кадров. Чем более плавное, тем лучше. Далее мы из этой композиции делаем эпизоды PNG, то есть нашу секвенцию, которую мы будем обрабатывать, и указываем путь вывода. Я создам под это дело отдельную папку и назову ее Original. И тут еще один важный момент. Нужно убрать абсолютно все символы перед нашей секвенцией в плане ее нумерации. Absent очень скрупулезно относится к названиям кадров, поэтому мы постараемся максимально его не грузить лишней информацией. Сохраняем и запускаем рендеринг. Пока рендерится наше видео, превращается в эпизоды PNG, то есть нашу секвенцию, я могу еще вам кратко рассказать некоторую полезную информацию про исходник. Чем более резкий, яркий, насыщенный исходник, чем более лучше у вас изначальное видео, тем будет лучше анимация. Поэтому стараемся заранее подготовить максимально хороший исходник. Итак, наша секвенция готова. И перед тем, как перейдем в Stable Diffusion, еще один важный момент. Мы будем здесь генерировать ключевые кадры для работы Absent. Для того, чтобы анимация была качественной, нам нужно выбрать несколько ключевых кадров. Absent берет кадр, который мы сгенерировали, либо нарисовали, а также исходный кадр сравнивает их пиксели и сдвигает пиксели нашего сгенерированного арта по исходному видео. Таким образом получается анимация. Но поскольку у нас в какой-то момент на видео может вылезти ухо, которого не было на нашем ключевом кадре сгенерированном, для того, чтобы избежать вот таких вот деформаций, мы сделаем несколько ключевых кадров и будем их анимировать, а потом соединять. Итак, мы возьмем 93-й ключевой кадр в моей ситуации, загрузим его в Stable Diffusion и проведем генерацию. Я использую Abyss Orange Mix, ссылка на который будет в нашем Telegram-канале, ссылка на который находится в описании. Я уже указал позитивный промпт, негативный промпт и выставил все настройки. Вы можете увидеть их на экране. Ну, непосредственно мы выставляем ширину и высоту по размеру кадров. Итак, мы получили нашу генерацию. Ее мы сохраняем в предварительно созданную папку, либо сейчас создайте папку, не столь важно. И тут следующий важный момент. Файл, который мы сгенерировали, мы должны назвать точно так же, как и тот файл, за которым мы брали за основу. То есть в нашем случае это 0.00.93. Так мы его и называем и сохраняем. Следующий кадр, который мы сгенерируем, это будет 45-й кадр. Его мы и запускаем. Также обязательно сохраняем файл с названием по референсу и загружаем в следующий кадр. Пусть будет 148-й. Его название мы тоже копируем, оно нам понадобится, чтобы сохранить в правильном названии нашу сгенерированную картинку. Далее я беру кадр между 148-м и 93-м. На глаз это у нас примерно 125-й кадр. И генерируем на основе него. На самом деле нет большой разницы между 148-м кадром и 125-м, однако я сделаю еще одну генерацию и в дальнейшем объясню почему. Сохраняем наш результат с названием обязательно по номеру кадра. И сгенерируем самый первый кадр. Вернее он будет второй, но под номером 1. И здесь у нас есть небольшое отличие, здесь глаза закрыты, поэтому мы убираем в позитивных промтах про открытые глаза и пишем Close Eyes. Итак, все ключевые кадры у нас готовы. Мы также сохраняем первый кадр. И все ключевые кадры у нас готовы. На данный момент Stable Diffusion нам больше не понадобится. Итак, теперь мы можем перейти к генерации нашей анимации. Запускаем на нейросеть Absent. И перекидываем в нее две папки. Папку с изначальной секвенцией, с референсом. И также папку Style. Референс мы перекидали. Перекидываем папку Style. И Absent сразу нам определил ключевые кадры. А здесь очень важный момент. Мы можем указать, с какого кадра, по какой кадр будет генерировать Absent. И если вы заметите, то первая секвенция, которую он сделает, и вторая секвенция, которую он сделает, имеют одни и те же кадры в том числе. А зачем это нужно? В дальнейшем будем в After Effects смешивать кадры с помощью opacity, то есть прозрачности, и это тоже поможет нам сделать улучшенный финальный результат. Поэтому я ставлю все так. Если вам не нужно генерировать лишние кадры, вы можете указать, с какого покоя кадр будет обрабатываться каждый кейфрейм. Здесь мы не меняем никакие настройки. Единственное, что мы можем указать путь вывода, но я оставлю такой, какой он есть. И запускаем. Генерация происходит довольно-таки быстро. Absent не очень требовательный к железу. Я думаю, многие из вас могут его использовать. Сейчас мы немного подождем и вернемся к нашим секвенциям. После того, как Absent закончил работу, мы можем уже посмотреть результат. Я возьму 93 кадр и начну с просмотра с него. Сейчас мы немножко полистаем и перенесем это все в After Effects. Здесь мы можем увидеть, что наша анимация уже частично готова, если просто полистаем. Однако мы можем также увидеть, что у нас есть дефекты, когда Absent не может обработать наш ключевой кадр, поскольку информация с референса попросту отсутствует в ключевом кадре, он не может ее корректно отработать. То есть, допустим, поворот головы в нашем ключевом кадре не имеется. Вот Absent и делает вот такую вот кашу. По этой причине мы генерировали несколько ключевых кадров. Теперь мы можем загрузить все наши секвенции в After Effects. После этого перекидываем их на предварительно созданную композицию. Я взял за основу ту же композицию, в которой у нас было видео, просто видео оттуда убрал. И выставляю все по кадрам. Данная секвенция у нас с 0 по 45 кадр. Так я ее ставлю с 0 по 45 кадр. Следующая с 1 по 93. Ее я ставлю, значит, с 1 по 93. Следующая у нас с 45 по 125. 45. Следующая с 93. И со 125. Итак, мы можем посмотреть наш результат. А так, увидите в нем некоторые проблемы. Первое, это то, что у нас открываются пустые глаза. А второе, это деформация лица. Которое мы будем сейчас исправлять при помощи наложения. А для того, чтобы нам наложить одну секвенцию в другую, мы просто будем играться с ключами прозрачности. Я выставлю здесь ключ прозрачности на 100. А передвину его в начало. И выставлю еще один ключ прозрачности на 0%. Таким образом, мы получим плавный переход с открытием глаз. Единственное, что нам нужно было возможно поиграться с положением ключей. И то, чтобы добиться максимально хорошего результата. Вот уже неплохой результат. Также мы проделаем то же самое с следующей секвенцией. Однако здесь у нас деформация происходит довольно-таки рано. А значит, нам ключи лучше сдвинуть так, чтобы эту деформацию минимально было видно. Также по какой-то причине у нас кадры не сошлись немножко. А значит, мы можем их подвинуть. Вот так уже выглядит более лучше. Переход мало заметен. И мы можем перейти к следующему моменту. Мы проделаем то же самое. Однако на основе не сходится положение. Мы их поправляем. Смена у нас тоже получилась довольно-таки плавная. Я бы, возможно, еще передвинул немножко ключевые кадры прозрачности для того, чтобы добиться максимально хорошего результата. И с последней секвенцией мы проделаем точно то же самое. И вновь можем посмотреть наш результат. Выглядит довольно-таки неплохо. Плавную смену кадров можно увидеть. Но это не сильно бросается в глаза. Также, конечно, мы можем дорабатывать эту всю историю спецэффектами. Можем попытаться между собой сделать более похожие кадры, чтобы вся эта смена была максимально плавной. Также можем сделать больше ключевых кадров. Ну и, конечно, в зависимости от вашей стилистики, это будет иметь совсем разный результат. Как вы видели в начале в одном из примеров. Такая плавная смена, она даже очень круто смотрится. Так и делается плавная анимация в Absent и Stable Diffusion. Переходите в наш телеграм-канал, там вы найдете больше полезных материалов, сможете почитать про опыт других людей. Мы там общаемся и двигаемся вместе для того, чтобы добиваться новых лучших результатов. Всем удачи!